Та-да-да-дам! Это третье задание аудирования, и мы разбираем, как не допустить ни одной ошибки в третьем задании аудирования в ЕГЭ по английскому языку. Итак, начну с того, как же выглядит это задание. Это задание высокого уровня сложности, что соответствует уровню B2A Print Me Read. И здесь мы услышим интервью, и к нему даны вопросы. Номера задания 3-9 и варианты ответа. Казалось бы, что может быть лучше, есть варианты ответа, но наконец-то! Однако, во-первых, задание высокого уровня сложности, и это значит, что лексика будет усложненная, поскольку чаще всего интервью берут у людей каких-то значимых, профессиональных, и там лексика может быть задействована профессиональная, которая в обычной жизни нам не встречается. Поэтому шаг номер один — учить много лексики, то, что мы делаем на годовом курсе. Следующий шаг. Разбираемся, как пройти от А до Я, чтобы ни одной ошибки не было. Первый момент. Нам нужно правильно понять вопрос. То есть, да, есть такие варианты вопросов, где сами вопросы являются утверждениями, как бы нужно к ним найти завершение. Before you listen, ask yourself what each one is asking. То есть, для начала нам нужно понять, о чем спрашивают, чтобы точнее понимать, какую информацию нам нужно услышать, уловить. It helps to turn into an action question. For example, if a statement starts, Bill's love for the piano started when he... Да, например, у нас вот такой будет в вопросе. Любовь Билла к пианино началась, когда он... То есть, какой там вопрос, да? Какой вопрос? Он следующий. When did Bill's love for the piano start? То есть, мы должны услышать, когда, когда началась его любовь, не знаю, там, к пианино, в третьем классе, в четвертом классе, а ничего иное, да? Потому что там могут быть всякие distractions, отвлечения. То есть, первый шаг – четко понимать, какую информацию мы должны услышать, исходя из вопроса. Следующий. Конечно же, синонимы, как и в предыдущих двух заданиях. As with task 1 and 2, the information you need in order to answer the question may be expressed in a different way. Конечно же. Здесь будет синонимов по максимуму. То есть, услышать идентичную формулировку тому, что дано в варианте ответа, вряд ли получится. Remember that you are listening for the same idea, not necessarily the same words. То есть, помните, что мы как бы ищем идею, хотим услышать идею нужную, корректную, а вовсе не цепляемся за слова. Но здесь что нам нужно? Словарный запас. То, что на годовом курсе будет в изобилии. Следующий момент. Детали. Understanding detail. И это очень важно. Очень важно. Потому что это задание хитрое. Здесь нас пытаются всегда отвлекать. Sometimes small difference in detail can make an option wrong. Давайте разберем пример. For example, imagine the statement starts with When Bill first started to play the piano, he... Например, у нас в задании дано. Когда Билл начал впервые играть на пианино, он... And the option is had one lesson a week. Yes, and an option is he had one lesson a week. If he says at the beginning... То есть, ну, и, соответственно, да, он... То есть, он занимался раз в неделю. I had a lesson every Tuesday with Mr. Peters, then it is correct. Да, то есть, правильный ответ должен быть, ну, вот, раз в неделю. Раз в неделю. Да, вот опция, которую нам нужно выбрать. То есть, one lesson a week. То есть, если мы слышим, он говорит... I had a lesson every Tuesday with Mr. Peters every Tuesday. То есть, что равно one lesson a week. Окей, это ответ, значит, будет правильный. Да, вот, детали. Но, but, if he says... Ну, если он говорит... At the beginning, I had a lesson every Tuesday and Thursday with Mr. Peters. Смотрите, и они всегда так делают. Видите, Tuesday, Thursday, похожие слова. At the beginning, I had a lesson. То есть, как бы, a lesson равно one lesson. И вы, как бы, уже расслабляете свое внимание, но не тут-то было. То есть, мы слушаем очень внимательно до конца. Никаких записей не рекомендую делать, да, чтобы в фокусе быть. Then it is not correct, because he had two lessons each week. Да, то есть, а согласно тому, что здесь мы, да, слышим, у него два было вообще-то урока. Tuesday and Thursday. Поехали дальше. Dealing with distractions. Как разбираться, так сказать, с отвлечениями, потому что это то, с чем сталкиваются ученики, и это основной шаг к тому, чтобы безошибочно выполнять это задание. Итак, sometimes you will hear information about all of the options. То есть, иногда вы будете слышать, как будто бы спикер говорит про все возможные варианты ответов, которые указаны. И тут хочется взяться с лагово, непонятно, что делать. Но. Okay. So, but only one of them is correct. Но только один вариант ответа верный. The ones that are incorrect are called distractions. Да, а другие неправильные называются отвлечениями. Imagine, this is a question. Вот, например, у нас такой вопрос. After a year, Bill could... И здесь важны детали. После года, да, после года обучения, Bill мог read music, play several tunes, да, читать музыку, играть, несколько мелодий, use the piano pedals, и использовать педали пианино. Okay. So, he may talk about learning to read music. То есть, он может говорить про learning to read music. Да, то есть, каждый, да, он, например, будет в своем там монологе ответить, говорит, то есть, я учился читать музыку, being able to play several tunes, да, я мог там, ну, могу играть несколько мелодий, learning to use the pedals, там, учился правильно, properly, да, правильно использовать педали пианино, but he could only do one of them at the end of the first year. Но вот эта деталь after a year, после года обучения, вот именно эта деталь нам нужна. То есть, вот эти вот все опции, они, ой, я это могу, я это могу, он все это перечислит. Но нам нужно услышать, что именно он скажет после, да, ну, после года обучения я мог. Вот эта информация нам нужна.